Гагаринский дом 3. Хорошо понял вас. Скоро буду. Рачелло. Что? Скажи, а что это ты делаешь? Блин, что я могу делать, Кэп? Бомблю понемножку. Сам знаешь, какие сейчас времена. Деньги на донат нужны. Да не сыра, куха. Будет тебе пуха. Посылки проходишь, все нужное находишь. Бесплатная рулетка, отличная броня и могучие пушки. А при первом пополнении счета, плюс 100% кредитов придет. Оу май. Работа подождет. Как было сказано древними ниндзя, только помойка может победить помойку. Правильно. Только Миша Хаймзон может сделать Warface 2. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Рокутагин Капитан Очевидность и очередной убийца Warface. Замена, так сказать. Замена, правда, еще даже не выходила. Она как бы немножечко в разработке, но в принципе, в общем-то, на самом деле существует. А это сочно? Не просто точно, а я, можно сказать, уверен. Ибо один человек, имя которого мы не можем называть, ну, как бы там, давние времена, НДА, 5-е, 10-е, мне сказал, Рокутагин, новой игре быть. А был это 2017 год, этот человек работал с Мишей Хаймзоном, именно так этот человек работал с ним, и он мне вот проболтался, что игра таки будет. Тогда, если память не изменяет, у нас еще игра разрабатывалась Crytek Tief. И Миша, собственно говоря, работал именно в этой студии, потом Мэйл, как бы, их команду так случайно отжала, выкупив предварительно все права на Warface, отжала и создала студию Blackwood Games. Но то будет уже позже. Но в 2017 году мне сказали, что игра, как бы, типа, уже там разрабатывалась. В общем, что-то есть, мы уже потихоньку, помаленьку, не сильно, но работаем. Потом было еще интереснее. Дело в том, что, по-моему, в 2018 году, если не ошибаюсь, я уже говорил по поводу этой самой игры самим Михаилом. До недавнего времени, друзья, я иногда говорил о проекте Михаила на некоторых своих стримах, говорил, что мне примерно известно, но никогда не говорил, не называл источник этой информации. По поводу первого источника я как не говорил, так и ничего до сих пор не скажу, а вот по поводу некоторой другой информации, которая сейчас будет изложена, я могу вам сказать, что это говорил сам Михаил. И, наверное, с директором студии ничего бы не сделали, ну, как-то некрасиво. А сейчас, типа, можно, я думаю, никаких проблем, тем более, некоторая информация уже стала просачиваться, и, я думаю, никто против-то не будет. Скорее, наоборот, мое видео привлечет к проекту еще больше внимания. В 2018-м, если память не изменяет, году, в Винстрайк-арена на Кузнецком мосту Миша рассказал мне следующее. Говорит, Рокутаген, ты знаешь, между прочим, у нас все на самом деле плюс-минус тип-топ. Разработка не быстро, но плавно, уверенно, сука, сосредоточенно продвигается. Мы уже примерно прикинули вид персонажей, ну, я полагаю, основные персонажи, потом какие-то скины на них можно будет устанавливать, это все понятно. Сделали какой-то минимальный пул, набор оружия, и у нас есть карта для тестирования. Я полагаю, что, скорее всего, карта для тестирования в 2018-м году это было что-то типа ангара и нефтебазы. И Миш сказал, что, в общем-то, все это есть, и они сейчас тестируют механики. Ну, вы понимаете, там, приседания, подкаты, бег, скорость бега, там, ползком, пятое, десятое, в общем, все вот это. Прыжки, может быть, какой-то паркур, в общем, ребята тестируют механики. Механики, может, там, ваншотов в голову, повреждений в тело, в голову, в общем, всякое, пятое, десятое, стрельбы, отдачу. То есть, это, знаете, основа, основа любой игры. По уму, ты вначале делаешь вот этот минимальный набор, у тебя есть персонаж, есть некоторое количество столов, там, например, одна болтовка, один автомат, одна пэпэха, там, пистолет, дрововичок какой-нибудь сочный. Делаешь какую-нибудь такую примитивную карту, типа ангара с катабазой, и просто там люди бегают и тестируют. Улучшают, фиксят, полируют механики, что-то придумывают. И вот так, собственно говоря, костяк шутера любого, любой активной игры и зарождается. И только когда основа у тебя готова, модели персонажей основные, хотя бы несколько пушек, механики, что очень важно, отточены, отполированы, вот только тогда ты начинаешь заниматься остальным. Добавляешь больше оружия, рисуешь карты, придумываешь режимы, там, пятое, десятое, это, ребята, всё потом. Вначале надо сделать основу, вот он персонаж, вот его анимации красивые, сочные перезарядки, стрельба, механики попадания, урона, вот всё это надо сделать. И вот этим они занимались в восемнадцатом году, ну, так мне Михаил объяснял. То есть мы видим, что в семнадцатом году, друзья, у нас уже проект на какой-то зачаточной стадии был. Это был не просто концепт, как мне говорили, а что-то там разрабатывалось. В восемнадцатом или девятнадцатом году, опять же, вот точно не помню, когда это было, когда мы с ним в Винстрайк-арене встречались, у Миши уже, у его команды было с чем работать, оттачивались механики, полировалось, изучалось, в общем, они принимали те или иные решения. Закладывали основу, фундамент игры, а потом было затишье. Ну почти, у меня есть ещё кое-какая инфа, я вам это тоже расскажу. Потом у нас, как вы помните, Мэйл передал всю разработку Варфейса, дальнейшую поддержку, разработку Алот Стим. Михаил же создал студию Пиксакон Геймс, и как я понял, изначально эта студия, как и Блэквуд, должна была, ну, работать фактически под крылом мыла. Мыло должно было быть основным локализатором, как минимум, на территории постсоветского пространства. Мыло же, наверное, оказывало финансовую поддержку, ну и т.д. и т.п. В общем, мыло отлично всё это курировало. Но, как мы знаем, потом случился 22-й год, как бы, и да, жизнь внесла свои коррективы. Миша больше с мылом не работает, да и мыло, в принципе, как такового, нет, оно есть. Но просто теперь то, во что играем мы, это не под крылом мыла, это под крылом Астром Интертеймент. А ещё есть Май Геймс, и Май Геймс это теперь зарубежная компания. Короче, да, сука, сочно потрепало всех. Но мы не об этом, мы об играх, правильно? И давайте прикинем, что мы имеем сегодня, собственно говоря. После 22-го года новой никакой информации от команды Миши, от студии Бисагон, от Пиксагон Геймс не было. Но незадолго до нового года информация таки появилась. Понимаете, до этого просто я слышал, что вроде как, ну, у Мишины команды непростые времена, и они вынуждены подрабатывать в какой-то крупной студии, ну, какой-то крупной студии, которая делает ААА игры, как бы на подработке находиться, потому что финансовые проблемы и там ещё какие-то. В общем, проблем хватало. И ребятам было не до разработки. Видать, и бюджета не было того пятого. Но это, опять же, разговоры всё были, судя по всему. Может быть, часть из этого правда, может, они все-таки на подработке ещё находятся, или уже какой-то бюджет необходимый добыли. И таки, да, наконец-то сайт обновился, и на сайте Пиксагона, если нажать на Гейм, то есть информация об игре, информации пока нет, но чётко написано. Coming soon 2024 от Sassoon. То есть ждите новостей в 2024, вот в этом году, который, друзья, на всякий случай, сука, наступил. А ещё какая-нибудь секретная информация имеется? Есть такой, Капитан Эфииднс. Есть ещё одна очень сочная информация. Да, я знаю, многие из вас подумали, кто-то уже ушёл, типа, ой, он рассказывает то же самое, что сейчас вообще популярная тема стала. Миша Хеймзона, его новая игра, потому что сайт обновился, теперь каждый снимает об этом видео. Но, как вы понимаете, я копал под эту тему раньше гораздо больше других. То есть я и Мишу, короче, разводил на разговоры, и его сотрудников. И даже один добрый человек рассказал мне, как они ломанули сервер Blackwood Games. Я даже такую информацию нашёл. Короче, рассказываю. Но опять же, это было давно, и как бы, ну, всё уже, ну, не важно, как бы. Сроки давности прошли, никого это не волнует. Короче, как оно было? Помните Васю Васина? Да, Серёжа Высоцкий, который обалденный тип. Так вот, у Васи Васина, скажем так, хороший его знакомый, знакомый с очень прямыми руками. У него таких знакомок вообще много было. Этот знакомый, нет, кстати, вру, он же не сервер Blackwood Games ломанул. Он ломанул... Сука, не поверите, он ломанул личный компьютер Миши Хеймзона. Не знаю, правда, какой, который в офисе стоял, или у него дома. Ну, наверное, всё-таки в офисе. Короче, комп Миши ломанули. Миш, прости, без обид. Там ничего такого не было. Ну, как бы, нет, там было. Там было, сука. Но, эм... Эм... Да, давайте об играх. Ладно, шучу, ничего, конечно, там такого не было у Миши. У Миши, ну, только рабочее было. То есть, там только про игру что-то было. Про игру. И было не так уж и много, но на самом деле, в откупе с тем, что сейчас говорят, и то, что было обнаружено на... Жёстком диске, там, или ССДшеньке, не знаю, у Миши, даёт некоторые представления об этой игре. Как вы знаете, Вадим Йода не так давно проболтался на одном из своих стримов, что, блин, игра будет, ну, что-то вот, ну, похожее на Королевскую битву, но немножко другое. И вы знаете, это полностью совпадает с тем, что мне в своё время Вася Васин рассказал. А это, на секундочку, по-моему, было в 20-м или 21-м году. Это было незадолго до того, как Вася Васин вообще ушёл с Ютуба. То есть, там, не знаю, полгода до этого, наверное, он мне рассказал, то есть, Серёга мне рассказал, что вот мы нашли вот это, вот это, вот это интересное у Миши. И, как вы понимаете, Йода сказал, это будет что-то в духе Королевской битвы. А из компьютера Миши внимание достали следующее. Первое. Это большое количество эмбиент-звуков, то есть, звуки окружения различные. И эти звуки капитально, конкретно, говорят об одном точно. Как минимум, одна карта, и если это будет что-то в духе Королевской битвы, но я полагаю, это будет кое-что другое, и сейчас объясню, что. Какая-то первая, основная, судя по всему, карта, наверное, достаточно большая в таких жанрах, поджанрах, она будет природная. То есть, звуки, которые были, эмбиент был, который получен, говорит о том, что это будет природа. Понимаете, красота, каньон Кингс. Ну, вы поняли в этом духе. То есть, события основные, судя по всему, на основной какой-то большой карте, наверное, первая, это вот догадка, они будут происходить не в городской застройке. Судя по всему, там, говорит, очень много природы, шум листвы, каких-то там пения птиц. Судя по всему, это будет не какая-то пустыня, не PUBG. Это будет что-то именно такое, много природы будет. Будет какая-то красота, будут какие-то леса, сука, балканы, ПВЕшки. Ну, вы поняли, да? И второе, что очень важно знать и понимать, был найден предмет. Был найден предмет, его описание в файлах на компьютере. И предмет этот называется Костюм Крыло. Сука, я года 16-го, наверное, лет 8 уже искал инфу про Warface 2. Про игру, которая разрабатывается Мишей. И за 8 лет я нашёл, сука, пару звуков и Костюм Крыло. О, Шерлок Холмс из меня как из говна пуля. Ну, хотя бы что-то. То есть ситуация у нас относительно ясная. У нас будет не какой-то классический тактический шутер а-ля Warface или Counter-Strike. Вадим Йода говорил, что это будет что-то в духе каких-то королевских бит. Ну, что-то такое похожее, но вроде не совсем. И опять же у нас звуки Эмбиента, Костюм Крыло. Звучит хайпово, но получится ли? Вот это сложный вопрос, Капитан Очевидность. Действительно, друзья, получится ли? Нужна ли кому-то будет такая игра? Тем более с учётом дислокации офисов компании Pixagon Games. Это у нас Киев и Никосия Кипр. И, кстати, по старой, доброй, патриотической, постсоветской традиции, я думаю, что зарегистрирована контора именно на Кипре. Это вообще нормальная тема, короче. Украинские, российские, белорусские разработчики, они так делать любят. Впрочем, не осуждаю, как бы. Мне главное, чтобы игры делали. Но, к проекту. У проекта есть две большие проблемы. Да, он не вышел, но у него уже две большие проблемы. Первая проблема, это то, что ранее был русский язык у Pixagon Games на их сайте. Теперь его нет, есть только английский, украинский. А это говорит о том, что российские игроки, может, и будут даже допущены. Может быть, им кислород никто не будет перекрывать, как это было с Шеддерлайном. А, как бы, пожалуйста, приходите, играйте, вопросов ноль. Но, как бы, понимаете, языка, наверное, не будет, я так думаю. На первых порах точно, пока в мире ничего не поменяется. Соответственно, многие не захотят уже. Потому что у нас, знаете, все, как бы, грандмастеры английского языка после школы. Опять же, в игру не задонатишь. Ничего не приобретешь. Тоже проблема для многих. И, таким образом, больше 140 миллионов человек, как бы, немножко отсеивается. На самом деле, больше 140 миллионов человек, если все-таки не будет русского языка. Вот это вообще будет жопа. Потому что тогда, по факту, отсеивается вся Россия, Казахстан, Беларусь. Короче, сука, отсеивается вообще просто гигантская часть человечества. Это все постсоветское пространство, фактически, большая часть. Не, ну, будем честны, рассчитывать на то, что игру переведут на армянский, азербайджанский, на фарси. И, казахский, я что-то сомневаюсь. И, как правило, именно русская локализация позволяла людям из всех этих республик, этих государств наслаждаться той или иной игрой. Здесь же, похоже, действительно, огромная часть комьюнити отваливается автоматом. Вопрос, что у нас остается? Правильно, у нас остается Европа, Соединенные Штаты. В общем, все вот это, все то, что там. Там за территорией постсоветского пространства. Ну и, казалось бы, а в чем проблема? Вроде как, наверное, Миша и делает его студия, игру с прицелом на ту аудиторию. И, понимаете, здесь мы начинаем адски наступать на одни и те же грабли. Да-да, та же самая ситуация, что с Шеттерлайном. Вот мы такие мощные, как, сука, выйдем на рынок этих америкосов там апаньки, апаньки. Мы тут всем покажем, все будут, сука, на нас молиться. Ну, вообще-то, по-моему, если память не изменяет, эти же ребятки, ну, часть из них, которая работала в том самом Крайт-Активе на, скажем, на этапе зарождения Варфейса, даже тогда игра еще по-другому называлась. Они, по-моему, с такими же точно намерениями тоже выходили на рынок западный, европейский, американский, и на рынок, кстати, с большими, я полагаю, надеждами китайский. То есть они в Азию очень, даже, я думаю, в первую очередь тогда ломанули. А оказались в России? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, да, сука, все пути ведут в Рим. Короче, о чем это я? Ребят, ну что с Шеттерлайном, что с Варфейсом? Мы пойдем, мы покажем, мы разорвем. Ну, блин, я не знаю. Понимаете, я ничего не имею против. Да, могут, может, они классные ребята, они все классные ребята, знаешь, такие прям молодцы. Но, есть проблема, понимаете, ломиться на западный игровой рынок, прям, ну, тратить бабки на проект, платить зарплату людям, я не знаю, то есть, на что-то серьезное надеяться, кредиты брать, я не знаю, откуда они там бабки берут, инвесторов привлекать. Чтобы выйти на западный американский рынок и там всех разорвать, да может быть такое, я не спорю. Вон, Escape from Tarkov, блин, ну, да, да, как ни странно, аналогов нет, что называется. Чувствуют себя прекрасно, хотя я вот не верил никогда в этот проект, ну, признаю, был неправ. Вот, не значит, что он мне стал нравиться, он мне не нравится, но, тем не менее, действительно, вышли, получилось, молодцы. Но, понимаете, это, что называется, ошибка выжившего. Именно так, с уверенностью ломиться на западный игровой рынок, это все равно, что у тебя хоккейная команда из Эфиопии, и ты прям с уверенностью утверждаешь, что ты сейчас Россию, Канаду или США выиграешь. Ну, то есть, сука, твои амбиции, они вообще, по-моему, не совпадают с твоими возможностями. Ну, во-первых, там гигантские просто бюджеты, ну, просто гигантские. Я не думаю, что Мишина студия, Пиксагон Геймс, она может такое привлечь. Там, блин, за десятки миллионов долларов просто эти мультиплеерные шутеры делают, десятки, сука, если не сотни. Там, блин, реальных каких-то спецназовцев привлекают, они там что-то перезаряжают. Спецэффекты, сука, снимаются хрен пойми как. Технологии просто нереальные, захваток камер всего. Во, сейчас вообще, насколько я знаю, в новых проектах будут применяться бинауральные микрофоны. Вы видели эти микрофоны? Вы их стоимость, сука, видели? Вы представляете, какой они звук качественный дают? Не знаю, будет реализовано, нет, но, блин, там технологии просто бешеных бабок стоят. Там всё бешеных бабок стоит, всё производство этих проектов. Вот тут очень большие вопросы у меня. Кроме этого, надо понимать, что там делают классные игры. Вот они делают там за десятки миллионов долларов, они делают с огромными бюджетами классные игры. И даже эти игры, сука, проваливаются. Там конкуренция, ну просто нереальная. Там просто жопа, там Давилова вообще, ну просто никак не вырваться. Да, с отказом от нас Мишаня, конечно, затупил. Да Мишаня-то не ступил. У Мишани как бы и выбора не было. Ну там много вопросов, короче, мы не будем это поднимать. Короче, у Мишани не было выбора, вот. Может он, конечно, вам ответит, что он так решил. Я думаю, Мишаня хотел бы очень работать с нами, поверьте. Очень хотел, но, к сожалению, вот, жизнь распорядилась по-другому. И таким образом проект находится под угрозой. Под угрозой провала. Даже, послушайте, просто вдумайтесь, на чём я сейчас говорю. Проект может выйти охренительный и всё равно провалится. Вот он будет классным, он провалится. Потому что там охренительное никому не нужно. Там нужно только лучшее. Только, сука, лучшее из лучшего. Всё, вот такая там конкуренция. Вот такие там условия. Капитализм, сука, рыночек всё порешает. То есть конкретно ты будешь сосать. Может быть, теоретически, через какие-нибудь, сука, схемы, кривые, далёкие, непонятные, как-то к нам этот проект придёт, а обоснуется, если не у нас, то у белорусов или у казахов. И, в принципе, при таких раскладах, может быть плюс-минус, и мы его попробуем. Нормально, парноценно, как бы с локализацией. И, собственно говоря, проект не подохнет. Не помрёт. Как бы он не загнётся. Я не знаю, как побегче сказать. В общем, будет жить. И помимо сказанного, есть ещё кое-что, о чём надо сказать. Это тоже потенциально очень большая проблема. И тут же виден выход. Проблема, друзья, такова, что проект действительно может быть королёвской битвой. И если это будет королевская битва, чё-то как-то... Я вообще уже, сука, не верю в это. То есть, реально, сегодня выпустить королевскую битву, если ты не Activision Blizzard, ни какой-то Microsoft Electronic Arts, и не Epic Games, ну, как бы, не знаю, Сосо Павляшвили попахивает. У людей сегодня Warzone, у людей Apex Legends, у людей PUBG, у людей Fortnite. И, типа, пятому месту... Нет, может, кому-то найдётся. Но, опять же, сможет ли студия Pixagon Games посоперничать с этими гигантами и выпустить нечто такое, что все скажут «Оу май!» Вот это я понимаю! На самом деле, сомнительно. И вот тут же, на горизонте, виден, кстати, без шуток, потенциальный выход, который, ну, как минимум, теоретически, действительно, не поверите, может игру Миши всё-таки прибить к какому-то тёплому берегу и не позволит ей подтогнуть. Именно так. И даже, поверьте мне, я верю, что вот такой выход, если Миша и его команда пойдут таким путём, теоретически, игра действительно может зайти в Европе, США, даже она не станет хитом, но она будет жить. И причина очень и очень проста. Миша и его команда может сделать игру в поджанре, который ещё не избит. Это не королевские битвы, это, блин, не что-то другое, это не тактические шутеры, это поджанр, в котором конкуренция крайне мала. И назвать этот поджанр можно как шутер в стиле рейдов. Голодные игры в стиле рейдов. Именно так. Самые яркие представители здесь, конечно же, Escape from Tarkov и Hunt от Crytetta. А ещё, помню, игра такая была Dead Raid. Мне она безумно нравилась. Ну, узкая такая, сука, почти Индия в стиле. Но при этом God Nutella мне реально зашло. И понимаете, в чём дело? Реально, как бы, поджанр есть. Кто-то туда пытается устремиться, там, в Battlefield делают отдельный режим, там, в Call Dead делают отдельный режим, но это всё не то. Надо делать проект, заточенный под это. Там, своя атмосфера, там, свои механики, там, свои плюшки, фишки, понимаете, вот как-то. Там всё сделано именно с прицелом на этот режим. И я вот думаю, не исключено, что Миша с его командой делает гибрид рейдов и королевской битвы. То есть, вероятно, действительно, с помощью костюма крыла, ты вначале летишь, где-то приземляешься, а потом начинается рейд в духе какого-то Таркова, типа такого. Тебе надо пойти, не просто спастись, не просто какая-то зона, не что-то такое, а тебе надо пойти и добиться какой-то задачи, что-то сделать, какие-то коды украсть, что-то ещё. И, возможно, когда ты это берёшь, ты начинаешь подсвечиваться, за тобой охотятся все остальные команды, тебе надо куда-то добежать, где-то эвакуироваться. Ну и что-то в этом духе, вот что-то такое, сука, остренькое на остренького, чтобы прямо, знаете, ух, очко припекало. И вот в этом случае, если Миша и его команда сумеют, сумеют, вот в этом поджанре, в поджанре рейдов сделать что-то действительно новое, новое слово в этом поджанре, они смогут, в общем-то, составить конкуренцию, я думаю, даже Таркову без проблем. Хант, в принципе, тоже имеет определённую аудиторию, но, мне кажется, Хант, это такая игра, она вроде неплохая, но она существует до первого хорошего конкурента. Вот Тарков, это совершенно другое. Такого мастодонта будет тяжело, я думаю, потеснить. Знаете, Тарков, это как PUBG, мне кажется, он будет жить долгие годы, даже если у него будут конкуренты, которые отнимут на него большую часть онлайна, он не загнётся, потому что это такой первый true настоящий как бы представитель жанра, понимаете, такой самый яркий, как в своё время PUBG, кстати, не был первым представителем королевских битв, но он был самым ярким, он как бы задал движение, он как бы сделал поджанр популярным. Но, впрочем, мы-то не о нём, мы об игре Мишане, и вот именно при таких раскладах, если всё-таки они не упорятся в примитивную обычную королевскую битву, где шансы на выживание у них будет минимальным, а всё-таки пойдут по... эм... следам убегающего из Старкова, у них, друзья, несмотря на все означенные проблемы потенциальные, будут кое-какие шансы. И как думаешь, замена-то Warface получится, и ждёшь ли ты сам эту игру? Не знаю, капитан очевидность, многие игроки Warface ждут, потому что они ждут Warface, они ждут второй Warface. Друзья, второй Warface возможно будет, но судя по всему, делать его уже будет не Михаил Хеймзон, и не его команда, во всяком случае, не в ближайшие, я думаю, не знаю даже сколько, какое количество лет, я думаю, это невозможно. Возможно, второй Warface будут делать АЛОД СТИМ, какая-то другая студия Астром Энтертеймент, какие-то такие, кто-то из этих ребят, такое может быть. Миша же, вы должны понять, вам об этом говорил и Йода Вадим на стримах, и я вам говорю, эта игра не будет Warface, понимаете? Она не будет похожа на Warface, она может вам зайти, вот, например, если вы играете там в Тарков, кроме Warface, и вам она нравится, вот, в принципе, вот такое сравнение, да. Или вы играете в Warface там, и может вам одновременно нравится Эпикс и Леджендс, нравится только Warface, и вы ждёте Warface 2, забудьте, это точно будет не как Warface. Вообще, с Warface она будет иметь столько же общего, как и со Старкрафтом. Я надеюсь, это вы, друзья, уяснили. Жду ли я, ну, как минимум, попробовать, увидеть, что же там Миша сделал, мне будет реально интересно. В конце концов, столько этого человека лет знаю, столько видел их работы. Помойка будет сто пудов, сука. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!